Уроки по изучению Библии Он обещал апостолам не мир с Богом, они уже имели его, ибо мир с Богом — это нечто вроде правового мира, который получает человек, когда входит в заветное отношение с Ним. Приняв его спасение, они ответили на приглашение Божье и перешли от состояния, подверженных его гневу, в состояние мира с Ним. В то время апостолы уже могли сказать, что нет ныне никакого осуждения тем, которые живут под его благодатью. Римлянам 8 глава стих 1. Мир, который обещал им Иисус, — это мир в скорбях, бедах и лишениях. Мир Божий, который станет и их миром, когда они расскажут об этих трудных временах Ему в молитве. Мир с Богом — это искупительный мир, дающийся спасенным благодатью немедленно и навсегда. Мир Божий — покой, спокойствие, невозмутимость, безмятежность — это практический мир, который Он дает Своим, когда они приходят к Нему и просят о спокойствии, даруемом им своим детям во время житейских бурь. Во время беседы в верхней комнате Иисус неоднократно предупреждал апостолов о беспокойных днях, которые ждали их впереди. Из Его слов они узнали, что нечестивые люди из мира будут ненавидеть их, гнать их и клеветать на них из-за их праведности. Наверное, они еще оставались в недоумении и растерянности, когда Иисус опять заговорил о скорби, которую они будут иметь в мире. И какая это была добрая весть, когда Иисус добавил, что в Нем они будут иметь мир. Противопоставление было абсолютно ясным. В мире они будут иметь скорбь, а в Иисусе — мир, покой и безмятежность. Обещание мира было последнее, что сказал им Господь в беседах, состоявшихся в горнице, и это было для них одним из самых больших утешений. Лучше думайте о моих обещаниях, а не о своих проблемах, как бы говорил Он им. Свою самую лучшую весть Он приберег напоследок. Даже посреди страшных мук и непрестанного противодействия Иисус будет с ними и даст им мир. Хотя Он не стал вдаваться в подробности того мира, который Он оставлял им, сказанного было достаточно, чтобы они и мы поняли Его особенности. Что можно сказать о мире Иисуса, основываясь на Его скупых словах? Это мир, основанный на Его словах. Мир Иисуса мы можем иметь лишь в том случае, если почитаем Его слова за истину. Он заявил, «Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир», читаем в 16 главе, 33 стихе. Все, что Он когда-либо говорил им, Он говорил для того, чтобы они имели этот мир. Иисус очень хотел, чтобы внутреннее спокойствие Его последователей не было нарушено, несмотря ни на какие происки мира внешнего. Ранее Он говорил, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Это 14 глава, 27 стих. Мир Иисуса реален. Это не какое-то смутное и туманное понятие. Его учение указывает путь к истинному миру, и повинующийся Его наставлениям может иметь Его. Это мир, доступный только в Иисусе Христе. Апостолы уже слышали от Иисуса, «Во Мне можете иметь мир». Он уже показал им важность пребывания в Нем. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Читаем в 15 главе, 5 стихе. Без Иисуса они не смогут приносить плод и не смогут иметь мир. Иисус шел на крест, чтобы победить силы тьмы. Злоба, коварство и враждебность мира не смогут отобрать победу, добытую кровью, пролитой на кресте. В будущем все, пребывающие в Нем, разделят успех Его жертвы. Иисус дарует благодать всякому, кому она нужна, и даст свой мир любому, кто готов получить его. Этот мир приходит лишь к тем, кто пребывает в Его присутствии, кто живет в укрытии Его прощения, силы и обещаний. Также это мир во всех скорбях. Господь Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. Мы можем мужаться, когда наша праведность оказывается несостоятельной, ибо Иисус обещал нам прощение. Матфея 14, 27. Мы можем мужаться, когда нас накрывает волной страха, ибо Иисус обещал нам свое присутствие. Матфея 6, стих 50. Мы можем мужаться, когда нас постигают беды и несчастья, ибо Иисус оставил нам свой мир. Иоанна 16, 33. Самая потрясающая весть Евангелия состоит в том, что Иисус победил мир с Его испытаниями, Его прегрешениями, Его искушениями, Его искусителем и Его бренностью. Вместе с Иоанном мы можем сказать, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир, вера наша». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 4. «Победа Иисуса имеет глубину, ибо она покрывает все, что мир может обрушить на нас. Она имеет длину, ибо мы можем соучаствовать в ней до самого конца земного нашего странствия. Она имеет ширину, ибо всякий, уверовавший и сохранивший, свою веру, может иметь ее». Мы, как и апостолы, стремимся иметь мир Иисуса, мир, который приходит через Его истину, обитает в Его присутствии и побеждает все скорби этого мира. Как мы получаем такой мир и живем в нем? Путь к миру обозначен в послании к римлянам, 6 глава, стих 3. «Мы входим во Христа Иисуса, когда повинуемся Его Евангелию. Мы пребываем в нем, когда верно ходим во свете» 1 Иоанна 1, 7. К тому же мы можем приступать к Нему со всеми проблемами, которые наваливаются на нас, и класть их к Его ногам, филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. В ответ на наши просьбы Он посылает Свой мир, как воинство ангелов. Он будет охранять наши сердца и соблюдать их покой во время самых сильных и жестоких бурь, какие только могут ворваться в нашу жизнь. Когда мы пребываем в Князе мира, Князе покоя, мы благословляемся искупительным миром, который Он добыл Своей драгоценной кровью, а также практическим миром, который ежедневно окружает нас, когда мы соучаствуем в Его жизни и победе. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Капли Сота